Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы поиграем в новейшую игру под названием Zombie Sand City или просто Зиг. Ну и разумеется, если она вам понравится, вы знаете, что делать, и тогда будем её проходить. Ну а пока просто пробуем на вкус. Поехали, режим истории. Госпиталь, конечно, начинаем с самого начала. Эээ... Сюжет, дайте мне сюжет, хочу сюжет! О-о-о-о, пошло, поехало, отлично! Окей, случился зомби-апокалипсис. В последнее время очень много игр про зомби, и они не перестают появляться. И это не перестаёт меня удивлять. Почему так много игр про зомби? Почему не делают про каких-нибудь других монстров? Есть куча более классных монстров. Нет, ну зомби мне тоже очень нравятся. Просто хотелось бы больше разнообразия, серьёзно. Такс, ну, мы видим город. В городе произошло страшное. И просыпается... Что произошло? Эй, кто-нибудь? Эй, кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Окей, я буду играть, значит, за медсестру. Но обычно против зомби я сражаюсь за какого-нибудь супергероя, да? Боевика? Прямо скажем, а здесь обычная медсестра. Что ж, это... Это мне нравится, должно быть интересно. Такс, куда? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Откуда? В госпитале оружие. Но, видимо, привезли каких-то агентов федеральных, и у них-то пушки и лежали в карманах. Так, нажми. Я понял. Стрелять я умею. И первое... Ты ж моя подруга была раньше. Чё тебя так трясёт? Дорогая, милая, любимая подружка, ты вылечишься. Ой-ой-ой-ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, зомби нужно стрелять, наверное, в голову, чтобы они дальше не ходили. А эти чуваки не воскреснут. О, а что за дикие операции тут проводили? Эксперименты? Что у него с улыбкой? Это чё? Типа пародия на Джокера? Я не знаю. Ладно, ещё патроны. Я могу целиться. О-хо-хо-хо-хо! Вот это у неё натренированный палец! Она нереально быстро умеет нажимать на курок. Что это? Это она ведь обычная медсестра. А медсёстрам нужен навык быстро нажимать на что-то? Или быстро использовать свой палец? Я не знаю. Так, нам куда? Нам не сюда. Здесь просто какие-то ширмы за ширмами мёртвые. А нам нужно двигаться... Погоди, погоди. Сюда. Отлично. Я вижу аптечку. И шотган! А чё я не могу шотган взять? Нет, ну... Я могу взять аптечку, но аптечка мне не нужна. Может, рацию можно? Рация даже продолжает работать. После выстрела. Хорошо, погнали наружу. Шотган она не умеет использовать, только пистолет. Пускай будет так. Получено достижение медик. Великолепно. А-а-а-а. Что за чёрт? Братан, ты как? Братан! Окей. В общем, как я понял из описания, здесь будет несколько героев, которые вроде как должны объединиться и защищаться от зомбарей. Теперь мы появляемся на зоне, да? В тюрячке. У меня есть топор. Откуда здесь топор пожар? Ну, это пожарный топор. Он вполне мог быть где-то. Но вряд ли такие вещи хранили бы рядом с заключёнными. Плевать. Ой, и вас тут двое? Ха! Хорош. Чё, топор не может пробить голову? Офигеть. Довольно жёстко, что... Что... Нужно несколько ударов делать по голове топором. Одним ударом топора можно голову вообще, мне кажется, с это, с ну... Срубить, к чёртовой матери. Нет. Видимо, нет. Да и к тому же это какой-то уголовник. Судя по татуировкам, опытные. Короче, я не знаю. Не знаю, почему он так слабо орудует топором. Чувак, я думал, у тебя нет ног. Но ноги-то у тебя есть, и ты их используешь против меня. Не используй ноги против меня. Лежи. Просто лежи. Жаль, что здесь не отлетают конечности. И это всегда очень весело и зрелищно, когда можно кому-нибудь чего-нибудь отрубить. Ну, мне топор не сильно, скажем, прямо нравится. Этот чувак оживёт, да? Или его просто прибили к ст... Ой-ё-ёй! Ага. То есть, стражи правопорядка здесь были жестокими. Иначе, как объяснить вот это? Почему чувака привязали к креслу и вонзили трубу в голову? Или, может, они думали... Я знаю. Они думали, что он не в себе, когда он начал кусаться. Они его привязали и потом убили. Либо просто пытали. Я не знаю. Ладно, двигаем дальше. Там таких чуваков очень много. Страшное место. И вот этот чувак выглядит прям, ну, самый стереотипный уголовник. Я не знаю. Это раньше в мультиках показывали чуваков в таких полосатых рубашках, да, робах и с повязкой на глазах. Воришка, не воруй, как говорится. Не воруй. Так, зарубил вроде бы всех. И там лежит бейсбольная бита с циркулярочкой на конце. Но это мне будет нравиться гораздо больше, чем обычный жалкий никчёмный топор. Не нравится мне это оружие. Давайте попробуем следующее. Не вставай. Лежи. Просто отдыхай. Чё это такое? Эх, жаль, что на конце циркулярочка не крутится. Колесо мыши переключает оружие. Я понял, но... Нихера! Ты зачем так делать? Такс, ну эта штука гораздо быстрее, чем топор. И, в общем-то, поэтому лучше. Отдай мне свой пистолет. И почему этот бомж в противогазе решил меня атаковать? Это ж бомж, ну... Судя по одёждам его. По одёждам. Так, с аптечкой мне пригодится. У меня всего лишь 100% хп теперь было 95. Танки здесь. Не, ну происходило в городе прямо много страшного. Чё, 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 чё вы хотите от меня-то? Сколько здесь таких уголовников? И почему они все оказались снаружи? Кто открыл решётку? Вот это непонятно. Они должны были сидеть и гнить... Да почему вы в меня стреляете и гнить за решёткой? Мы ведь выжившие! Просто мы должны объединиться? Или зомби-вирус проник к вам в мозг? И вы стали агрессивными? Жёстко, жёстко. Это слишком жёстко. Я не готов к такому. У меня жизнь просто-напросто не готовила к подобным вещам. У неё вообще в сердце был нож. Она жива. Она бегает. Зомби нужно... Нужно сердце или нет? Ну, сердце ведь надо, чтобы качать жидкость. Чтобы, как бы, организм функционировал. Я не совсем понимаю, как действует зомби-вирус в именно... Там, где это зомби-вирус. Если бы это было какое-то заклятие-проклятие. Как, например, в... Как этот фильм назывался? Ходячие мертвецы. Нет, погодите. Там, где Эш был. Ну, я... Ходячие мертвецы или нет? Ой, дурак, аж забыл. Там, где чувак себе бензопилу приделывал к руке. Там, где они некрономикон нашли. И, в общем-то, всякая хрень полезла. Да, здорово. Звали его Эш. Я это помню. Я помню название книжки. Я помню сюжет. Про дом в лесу. Но я не помню название фильма. Ходячие мертвецы или нет? Или это другой какой-то фильм? Неважно. Короче, там было заклятие. И это все объясняло. Там из деревья оживали. То, что трупы оживают, так это вообще понятно и просто. Ну, а тут как вирусы. Вирус же просто должен заражать. Организм должен продолжать и дальше работать. Так, как он работает. То есть, без сердца не получится жить. Ну, и смотрите-ка. Что я вообще несу? Медсестра объединилась с нашим уголовником. И он показывает высший пилотаж. Она бы тоже так могла, если бы взяла гребаный шотган. Почему ты не можешь брать шотган? Не может, ты его никогда в жизни в фильмах не видела или в книжках? Ты как, в порядке, сестричка? Спасибо, ковбой. Но любезности оставим на потом. Тогда сматываем удочки. Тут неподалеку оружейный магазин. Самое время закупиться. Жесть. Очень быстро переключается текст. Погнали. Ну, не стой. Побежали, да. У нее там шотган лежит. А что она ему не скажет? Если она не умеет пользоваться шотганом. Сказала бы хоть. Дай пистолет, может. Я им лучше буду обращаться. Нет? Не кажется тебе? Мерзкая сестричка. Не нравится она мне. Глупа. Эф, сменить персонажа. Можно персонажа сменять. Менять. Это радует. Вы кто? Это байкеры какие-то? А какого хрена? А какого хрена они такие все агрессивные-то? Сутенер полез. Здорово, чувак. Вот у него в голове... Да ты еще такой быстрый. В голове нож и он продолжал бежать. Отлично. У него все пули пролетели сквозь каску. И что мне теперь делать без патронов? Ковбой, помоги мне. А, я хочу сюда. Я хочу сюда. Я не могу туда попасть. Лес есть. Но прохода нет. Здесь невидимая стена. Вылечить раненого напарника. Он сдох уже. Отлично. Просто отлично. Он просто сдох. Ну и давайте подлечим его. Вставай, мужик. Надо сменить персонажа. Надо сменить персонажа. Ты встал, да? О, все. Я лучше с топором обращаюсь. А у нее откуда-то появились патроны. А это зомби-босс. Еще он такой здоровый. А если он вырос из-за зомби... Вот у меня патронов нету. Из-за зомби-вируса почему выросла одежда? Она тоже была поражена зомби-вирусом. Жесть какая-то. Так, с чем мы в лесу? Где другие ребята? Мне нужны еще напарники. Вдвоем мы, очевидно, не справляемся. Вот почему нельзя было сражаться топором так. Подошел, ударил, отошел. Отошел, подошел, отошел, ушел. Ударил. Так, это что? Мертвый чувак. Очень медленный сутенер в этот раз. То он быстрый, то он медленный. Отрубил я ему ухо. И доволен, в общем-то, собой. Тем, что я сотворил. О, у чувака руки нету. Вот жалко, жалко. Прискорбно. О, охренеть! Ты видела это, сестричка? Он... Он жахнул. Понимаешь, что... Ты понимаешь, что он жахнул? Так, тут где-то аптечка была. Вот она. Хорошо. Что там по патронам? Ничего не нашла, да? Ладно, бегай с пистолетом, стреляй. Ещё один чувак. Вот у него... М-ка, ну... Почему? Хочу эти пушки тоже иметь. Кто там стреляет в меня? Жесть, жесть, жесть. Да чего вам надо там? Почему? Почему? Военные объединяются. Какие-то бомжи, байкеры. И все против нас. Мы тоже хотим, может быть, к вам присоединиться, ёшкин кот. И где ваши патроны? Почему они умирают весь вместе с вами? Я не знаю. Так, где оружейный магазин? Мне срочно нужны патроны и срочно нужна пушка. Так, что у нас здесь? Граната. Охренеть, у меня есть граната. Вот теперь это хорошо. Так, скидаем гранату. Чико оторвал и... Не докинул, да? Давай! Бэмс! Шикардосно! Шикардосно! Просто шикарно! Так, лучше я буду бегать с палкой, потому что, ну, она быстрее, реально. Хотя дэмэджа вроде как у неё поменьше. Окей, всех расстреляли. И, наконец-таки, оружие нормальное. Вот теперь можно повеселиться. Вот теперь можно поиграть по-настоящему. Бэмс! Бэмс! Просто в лицо стреляю, а пули пролетают сквозь лицо. Одного выстрела хватает? Не на всех, смотрите-ка. Иногда нужно два делать выстрела, потому что пули реально летят сквозь текстурки. Вот опять сейчас. Ты откуда взялся? Я же тебя убил. Ладно, сначала я со всеми разберусь, потом воск... Да уж, дыхай ты уже! Воскрешу сестричку. А, пули, 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 патроны, 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 патроны заканчиваются. Боеприпаса осталось мало, но я жив и я продолжаю сражаться. Надо сестричку резнуть. Вставай, малышка моя! Мы с тобой воссоздадим человечество с нуля. Мы будем жить вместе. Будем любить друг друга. Найдём какое-нибудь уединённое место и будем заниматься увеличением численности населения. Хотя, как она пошла с уголовником? То есть другие уголовники меня как бы убивать пытаются. А этому она доверилась и всё типа хорошо. Ну ладно, он её спас, так что это можно понять. Вот мы и добрались до следующего контрольно-пропускного пункта. Посмотрим, что же будет там. О, я теперь за деда играю. О, деда есть нормальная пушка. Нам что, вниз идти или куда? А куда нам идти? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Сколько-сколько здесь всяких вкусностей! Так, а что мне делать? Никаких заданий нету. Я их просто должен отстреливать? О, я попадаю в них. Не чувствуется совершенно попадание. То попадаю, то не попадаю. Так, надо взять лучше... О, у меня ещё кувалда есть. А если они оказываются вот прям под крышей моего дома? Вот туда, куда они идут? Как-как мне... Ай, ёшкин кот! Я ж обосрался! У-ху-ху! Какого хера ты тут появился? Откуда ты вылез? Я вот думал, откуда они будут появляться, если вдруг пройдут? Ай! Да, это было неприятно. Я сам себя убил, да? Отлично. Выстрел не пролетел сквозь... Сквозь воздух. Да, это было жестковато, конечно. Как из этой пушки стрелять, если снаряд взрывается прямо после того, как он вылетел? Вот смотрите. Во. А, вот так я могу выстрелить, да? Ну ладно. Опять, вот вы видели. Надо прыгать, может? Да, прыгаю тогда нормально. Всё, патроны закончились. И слава богу, я этой штукой больше пользоваться не хочу. Буду бегать с М16. Поехали. Вот эта пушка по мне. Вот она меня убить не может. И это радует. Ещё один товарищ. Перезарядился. Следующая. Ух, и у меня обойма ещё увеличенная. Так, есть ещё кто-то? А это что за штука? Просто штука. А если мне пуль вдруг не хватит? Чтобы всех расстрелять? Это ж плачевно закончится. Мне придётся уже отбиваться молотом. И откуда они появляются? Они берутся из... Они из танка вылазят! Они сидят в танке! Шесть, они сидят в танке. Такс, такс, такс. И в машине пожарной. Так, это последний, наверное, да? Или нет? Так, позади никого нету. Нет, это не последний. Они вылазят из скорой помощи, они вылазят из пожарной машины и снова лезут из танка. У них респаун находится в танке. Так что, друзья, когда наступит зомби-апокалипсис, имейте в виду, в танк не залазьте. Там зомби. Они появляются именно там. Такая вот реальность суровая. Такс, расстрелял ещё, не подходи. Ой, как раз хватило патронов. Ну, если сейчас я его не убью... А, у меня для калаша ещё куча пули. Да это ещё не всё! Вы чё тут тир устроили? Я как Рэмбо буду стрелять и кричать. Да, калаш помедленнее, кстати, стреляет, но сила убойная у него, по-моему, побольше здесь. Так, какие-то фермеры идут. Игроки в американский футбол, консьержи. Всё. Дед убил всех. Дед против города. Дед покорит этот мир. Или нет? Они продолжают лезть. Да вы чё, издеваетесь там, что ли? Успокойтесь! Зомбари, у меня реально патроны заканчиваются. Вы-то спавнитесь, а патроны-то у меня новые не появляются. По-моему, это довольно несправедливо. Вам не кажется, а? Ой-ёй-ёй-ёй. Не подпускать. Не подпускать ко входу ни одного товарища. Бывшего, наверное. Я, может, убиваю бывших товарищей. Я не знаю просто. Ой, хорош, 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 хорош. Всех вроде бы забрал. А-а-а! Они опять лезут! Да ну нахер. Опять? Хорош, ну всё. Я могу, конечно, целиться, но пользы от этого меньше, чем от такой стрельбы. Просто мушка перекрывает и автомат прицел. Ха-ха! Так, сэм. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай, и-и-и. Последняя красавица. Или не последняя. Да, ура! Патронов хватило практически ровень в ровень. Тютелька в тютельку. Великолепно. А они всё это время стояли внизу и просто наблюдали, мол. Какой крутой дед. Попробуйте косвинца, твари! Попробуйте косвинца, твари. Здорово, нам бы автоматов прикупить. Поможешь? Кстати, метко стреляешь, братан. Ха-ха, руки-то помнят. Заходи, подберём. О, сейчас будут пушки у всех. Отлично. И дед, я думаю, тоже к нам присоединится. Тяжёлая артиллерия. Окей, друзья, на этом пока, думаю, можно остановиться. Продолжим мы с вами проходить эту игру, если вы этого захотите. Потом. Ну, а пока просто посмотрели. Ну, довольно такая средненькая игрушка, как по мне. Весёлая, конечно, но много странностей. Большое вам спасибо. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк, подписаться. С вами был Перпятум и Леже Александр. Будьте счастливы, друзья! Не болейте!